Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, мои дорогие, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайф. И вот буквально сегодня я, ребят, зашла в свою папку на одобрение комментариев для одобрения, потому что многие теряют свои комментарии и очень много зависает комментариев там. Я там периодически захожу либо одобрить, либо удалить и заблокировать. И что же я нахожу в папке под видео про Уралочку. Если честно, я пребывала в шоке, когда прочитала. Конечно же, я хотела посмотреть, кто же это написывает. Или это аккаунт Однодневка, или же нет. Но пока я не одобрила комментарий, я не смогла посмотреть. Пришлось мне сначала одобрить комментарий, глянуть, кто пишет, а потом напрочь заблокировать, что же там написано. Читаем. Видеоролик, к которому был написан комментарий, это обзор «Сявка пишет вишеньке о зависти». Значит, «Ваши славянские мужчины-алкаши, ты не трогай азиат, вас насильно никто не берёт в жёны. Сами вещаетесь, на них ход без мужества. Ваши напьются и своих жён не узнают». Это, знаете, это как раз-таки слова из стрима. Помните, когда было зигование, дальше был стрим, где говорилось тоже, что славянские мужики, они мордой в салате лежат такие пьяные. И, представляете, вот такое чучело написало у меня на канале. Самое, что не есть, настоящее чучело. Да кому нужны ваши мужики? Кто на них вешается? Слушайте, вот не знаю, неужели и правда есть бабы, которые и правду сами вешаются на таджиков, узбеков? Ну, как раз вот такие вот, как Уралка, Ирка, которые уже своим, собственно, не нужны и не интересны, потому что поджирали морды, задницы, что просто не на что смотреть. А вот такие вот, как и Сараилка, и Сарафан, они вешаются не на баб, они вешаются на квартиры. И чтобы устаканиться в России. Им вообще не важно, на что вешаться. Им бы только устаканиться в России, получить гражданство и перетянуть весь свой кишлак. Да, и свои семьи. Жён, детей. А с кем они там в России живут? Какие у них жёны? Им глубоко фиолетово. И вот посмотрите, ребят, я, допустим, не видела, чтобы какие-то такие вот симпатичные, умные, образованные женщины соглашались на такое, на что пошла у нас Уралка, Ирка. Я что-то не встречала таких. И написывать будет это чучело мне такие комментарии. Естественно, я её заблокировала. Именно её. И да, прежде чем заблокировать, я же сказала, что мне надо было одобрить комментарий, чтобы посмотреть, кто же это пишет. А пишет Лейла. Канал создан семь месяцев назад. Я бы не сказала, что уж очень-очень фейковый. Хотя может быть. Может быть. Но точно это не Ирка. Так безграмотно Ирка не стала бы писать. Ирка всегда палится. Значит, слушайте, точно кишлачных какая-то подруга, ну или кишлачных родственниц. Ну, кто знает, кто знает. Может, сестра Сарафана. Может, братика, жена. Раз она решила, слушайте, столько дерьма вылить на славянских женщин, на славянских мужиков. А сами-то как живёте, а, Лейла? Сидите под каблуками мужиков. Слово сказать не можете. Зато тут в Ютубе, ой, как можно много написать, правда? Но только для того, чтобы писать русский язык, учи, Лейла. Или такая же халявщица на халяву прибыла в Россию вместе с прицепом целым. Ну, а вообще, ребята, это может быть и не Лейла, а какой-нибудь таджик, мужик. Угу. И прячется под бабским ником. Запросто может быть. У нас Сарафаныч, любитель под бабкиной юбкой, прятаться постоянно, да? Тявкнет, а уралку тут же несёт. И начинает. А знаете, по поводу Исраила он и так не напишет. Серьёзно, ребят, скажу. Он двух слов связать не может. Он как начинает говорить, мне аж плохо становится. Я думаю, как же можно так жить с русской женой? Ну, она, как пишут в комментариях, совсем-совсем и не русская. Но говорит на русском. Дети на русском говорят. А этот просто не в зуб ногой. Ну, просто не в зуб ногой. Но Исраил, он-то не особо под бабскими-то юбками прячется. А вот Сарафаныч у нас ещё то ссыкло. Вот он постоянно прячется за бабкой. Ну, там есть зачем прятаться. Там, посмотрите, какая огромная спина, какая огромная пятая точка. Там таких десять Сарафанычей можно спрятать. Ну, а под юбкой какая лябота. Это просто кайф. Спрятался, и никто тебя не видит. И можно строчить что угодно. Правда, Сявка? Ты привык комменты строчить с разных аков. И почерк похож на твой. Помним, помним, как говорил на стриме про мужиков, которые мордой в салат. А потом страшно стало. Удалил и стрим, удалил и видеоролик с зигованием. Боишься? И сейчас пятая точка подгорает. Поэтому к сестре на свадьбу не поехал. Боишься, что назад не вернёшься. А тут столько бабок. Просто рекой льются. Правда, в Уралкин карман. Да, в Уралкин карман. А ты вытягиваешь. И как же от денег куда-то ехать? Тут ради денег останешься и пятки Уралкины целовать будешь. Конечно же, вы же ничем не брезгуете. Да, а вот такие, как Уралочка, Ирка и прочие такие же бабуськи. Вот они и клюют на таких босых, голых, которые прутся и тут же готовы уже под бочок пристроиться. Обещая золотые горы и любовь до гроба. Фу! В общем, ребят, простите за эмоции, но просто уже не выдержала. Просто накипела. Давно у меня не было такого мусора и такой грязи. А тут здрасте. И причём комментарий аж три недели тому назад был написан. И как это он у меня там зарылся, что я не увидела. Ну, главное, что комментарий завис. Ну, и не попал под видеоролик. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение. И я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Продолжение следует...